А если, друг, посетила тебя такая беда, и кто-то принёс злой вести к твоему вдругу, ты всё потерял, уничтожен в поле стада? О, что тогда ты сказала всемогущим Богу? А если твой дом ураганом сметён в земле, и ты вмиг один друг лишился бы тёплого крова, и люди с тобой с этой вести недолго пришли, какое тогда произнёс это Господь слово? О, а если ты детей потерял ты в страшный день, и сердце твоё разливалось бы кофтурой с лукой, и если тебе не хотелось бы смотреть на людей, с какой молитвой растёрл бы ты Господу руки? А если бы проказу лёд и сожжён на теле твоём не осталось бы вместо живого, а если бы хлебом твоим стал слёзы и стон, какое тогда произнёс бы ты Господу слово? Ты скажешь, не может такое обрушиться в раз. О, да, но оно же случилось с Иовом. В праведной жизни допущен Господом был враг, и стар всех лишился, и детей всех, и всех кровок. Он заживо грел от проказы, вдали от людей, он всё потерял, но перед Богом на коленях вставал, он слово повторял одное, повторял каждый день, да будет имя Господне благословенно. Не бойся, не бойся, на боли твоём не исчезли с вода, и дом твой снеет, и дети все с тобою. Ну а если, а если допустит Господь и случится беда, то столько справляйся с пришедшим независимой бедой. На, не плачь безутешно, не случится, не слушайся, чей думал вы. Без воли Господь ничто в жизнь твою не ворвётся, не может даже упасть, даже волос из твоей головы. Ну а что до души? Враг её никогда не коснётся. Ты в Божьих руках, это в памяти, крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты встань на колени, Господь не оставит тебя, ты в молитве скажи, да будет имя Господне благословенно. Господь не оставит тебя, ты же в молитве скажи, да будет имя Господне благословенно. Аминь.